Мы сейчас имеем возможность посмотреть, что происходит в городе Днепро. С нами на связи наш корреспондент Наталья Агусак. Она более детально расскажет о ситуации, которая сейчас в городе. Наталья, рада тебя видеть. Тебе слово. Коллеги, приветствую. Да, громко в Днепре на самом деле было вчера вечером. Около 10 часов вечера в городе начали звучать взрывы. Они были в разных районах городах, было слышно. Как в результате оказалось, 8 из 8 выпущенных под Днепро ракет сбили наши системы ПВО. К сожалению, обломки одной из ракет упали на четырехэтажный жилой дом. Вот мы возле него находимся. Видимых разрушений здесь нет совершенно никаких. Люди, которые здесь живут, говорят, что они практически даже ничего не ощутили. Однако на самом деле обломки ракет пробили крышу этого дома. И на четвертом этаже в квартире пострадала женщина. Ей 32 года. Она госпитализирована. Сейчас ей оказывают медицинскую помощь. А боевая часть ракеты обнаружили ее на третьем этаже этого дома. Напомню, дом четырехэтажный. И вот для того, чтобы вынести ее безопасно из этого здания, жильцов дома пришлось на какое-то время эвакуировать. Это было ночью. Но, к счастью, люди вышли совершенно спокойно. Никто здесь не пострадал. Вот сейчас здесь очень тихо. Цепления уже нет. Мы ждем, когда нас пустят внутрь в квартиру, чтобы можно было своими глазами увидеть последствия этой ночной ракетной атаки. К сожалению, громко было не только в Днепре, но и в области. И какие последствия обстрелов не только ракетных, но и артиллерийских, рассказал представитель ДСМС. По Никополю и Марганецкой общине агрессор снова бил из тяжелой артиллерии. В результате обстрелов один частный дом уничтожен и еще четыре повреждены. Также побиты хозяйственное сооружение и линии электропередач. Из людей, к счастью, никто не пострадал. Также хочу добавить, что в одной из больниц города сегодня организовали донорский день для того, чтобы сдать кровь для раненых, как военных, так и гражданских. Потому что кровь нужна постоянно и людей привозят из разных регионов. Уже записались около 200 человек. Это достаточно много для больницы. И, собственно, этот донорский день продлится до тех пор, пока будет последний желающий прийти и сдать свою кровь. Мы продолжаем на месте отслеживать ситуацию. Сейчас буквально нас уже пригласили пройти внутрь в этот дом. Пойдем посмотрим на последствия ракетной атаки, коллеги. Наталья, спасибо большое за эту информацию. Наталья Гусак из Днепра рассказала нам о последствиях вот этих последних обстрелов города со стороны российской армии.